6 апреля после окончания заседания Совета Думы спикер Нижней Палаты Парламента Сергей Нарышки назвучил основные вопросы плана работы Госдумы на предстоящей пленарной неделе. Состоятся два правительственных часа. Первый с участием министра экономического развития Алексея Улюкаева и второй с министром труда и социальной защиты Максимом Топилиным. Разговор предстоит непростой. Россия не отказывается от поставленных целей, целей экономического развития, выполнения всех социальных обязательств, но с учетом текущей экономической ситуации, конечно, необходимо скорректировать пути достижения этих целей и внести необходимые корректировки в планы деятельности и соответствующих ведомств, и правительства, и Государственной Думы в целом. Главный закон, который будем рассматривать на этой неделе, это, конечно же, поправки в бюджет текущего года. Завтра рассмотрим во втором чтении, в случае принятия в пятницу в третьем чтении. Вы помните, что при рассмотрении изменений в бюджет в первом чтении мы обозначили приоритеты, по которым Государственная Дума совместно с правительством будет готовить законопроект ко второму чтению. Это такие направления, как поддержка агропромышленного комплекса, малого и среднего бизнеса, импортозамещение, безусловное обеспечение финансовыми ресурсами программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя и решение проблемы ветхого и аварийного жилья. Именно эти приоритетные направления выделены в главные. Во время работы над поправками второго чтения депутатам Государственной Думы, прежде всего, просимному комитету, комитету под бюджетом вместе с правительством удалось найти резервы, и эти направления деятельности будут профинансированы в полном объеме. К примеру, 20 миллиардов рублей дополнительно на развитие сельского хозяйства, причем депутаты не ограничатся тем, что зафиксируют эту сумму, как дополнительные расходы на развитие агропромышленного комплекса, но и уже определены именно депутатами направления, куда будут направлены эти 20 миллиардов. К примеру, также 21 миллиард рублей будет направлено на импортозамещение, а, если говорить точно, на развитие авиационного двигателя строения. 4,5 миллиарда будет направлено на реструктуризацию задолженностей по ипотеке и так далее. Кроме того, нами во втором чтении будет принято постановление, в котором также мы определим ряд приоритетных вопросов, приоритетных направлений финансирования при анализе того, как будет пополняться бюджет в текущем году и какие корректировки в бюджет текущего года мы в соответствии с этим сможем внести. Должен сказать, что эта неделя будет наполнена и различными международными встречами. Мы принимаем парламентские делегации Ирака, Франции, на следующей неделе парламентскую делегацию Турции. На этой неделе также будут встречи с премьер-министром Греции, с министром иностранных дел Армении. Впереди в мае месяце визит парламентской делегации в главе со спикером Государственной Думы на Кубу, в Южную Корею, в Японию. Так что такая международная повестка очень широкая, и она сама говорит за себя. Говорит о том, что Государственная Дума является одним из центров международных контактов и на этом фоне, конечно, попытки американской внешней политики и их сообщников ограничить российский парламент в контактах, конечно, выглядят просто смешными и странными. Да, мы будем поддерживать контакты, вести консультации с парламентариями разных стран, в том числе с парламентариями стран Европейского Союза. В этих контактах, конечно, могут быть разные точки зрения, но в этом ничего странного нет. Собственно, и одно из предназначений парламентариев – это честно и откровенно обсуждать любые проблемы. И это предназначение исходит из самой природы представительной демократии и представительной власти. Поэтому эту работу мы, конечно, будем продолжать постоянно. Отвечая на вопрос журналистов о возможном снятии парламентской неприкосновенности депутата Ильи Пономарева, Сергей Нарышкин отметил. Мы этот вопрос рассмотрим завтра. Вопрос поставлен на фиксированное время в 16.00. Определен порядок рассмотрения такого вопроса, но он, в общем, стандартный. Нам уже не в первый раз приходится такие вопросы рассматривать.